13 марта 1749 года указ русского правительства строго-настрого запретил в казацкой сечи смертные приговоры. Но кашевые атаманы просто игнорировали это постановление и всегда подписывали смертный приговор ворам и злодеям. В то время кашевой атаман представлял военную, административную, судебную и духовную власть. В военное время кашевой был главным командиром фельдмаршалом войска и действовал как абсолютно неограниченный диктатор. Мог выбросить непослушного казака за борт лодки или же набросить ему веревку на шею и тащить за тяжелым обозом. В мирное время кашевой был конституционным владыкой у Запорожья и управлял всею областью казацких вольностей с их паланками, селениями, зимовниками и бурдюгами. Исполнял роль верховного судьи над всеми провинившимися и преступниками и потому наказывал виновных за проступки и определял казнь злодеям за преступления. Считался верховным начальником запорожского духовенства, принимал и определял духовных лиц из Киева в Сечевую и Паланочные церкви, оставлял или возвращал их назад, смотря по поведению и способностям каждого. Обладая такой безграничной властью, кашевой атаман властен был над жизнью и смертью каждого из казаков. 13 марта 1833 года российский сенат своим указом распорядился остановить прием бурлаков в Черноморское казачье войско, так как количество всех бродяг в войске превысило 10 тысяч человек. При выявлении вновь прибывших бурлаков было приказано сдавать их в рекруты или посылать в военно-рабочие или арестантские роты. 13 марта 1960 года родился Юрий Андрухович, украинский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, известный также как патриарх современной украинской литературы. Вместе с двумя своими коллегами-единомышленниками Виктором Небараком и Александром Ирванцом основал поэтическую группу «Бубабу», которая одной из первых начала возрождение в украинской литературе карнавальных и буфонадных традиций показала успешный пример создания социокультурного мифа. Среди самых весомых произведений Андруховича – «Рекреатии», «Московиада», «Перверзия», «Эссе Центрально-Схидно-Ревизия». Творчество Юрия Андруховича имеет большое влияние на современные литературные процессы в Украине. С его именем связаны первые случаи непредубежденного интереса Запада к современной украинской литературе. Произведения Андруховича переведены на польский, английский, немецкий, российский, венгерский, финский, шведский, испанский, чешский, словацкий языки и эспаранто.